Друзья, смотрите, какая вакханалия творится на шоссе энтузиастов. Вторым рядом стоят машины. Стоят они с поднятыми номерами. Ну, в багажке, чтобы не было видно номера. Одна из этих машин даже наша. А что же здесь будет? Сейчас будет интересный эксперимент. Сзади меня стоит так называемый жираф. Дети Щеликсутова, СОДД и так далее. И сейчас будет проводиться эксперимент, совместно с телеканалом Москва-24. Этот сюжетик мы, может быть, у них возьмем, вам тоже здесь покажем. Суть в чем? Продаются нынче глушилки для самых хитромудрых, которые не любят платить штраф. Я имею в виду автомобилистов. Что нам обещает производитель? Вставляешь в прикуриватель, все камеры слепнут, глохнут. Ты несешься 180 по встречке, тебя никто не снимает, никто не фиксирует. Я думаю, это балабольство. Именно это мы сейчас будем проверять. Как раз сейчас проходит последний этап технических подготовок. Куча камер, вот одна снимает, вторая здесь, третья в салоне, четвертая, пятая. Покажи, покажи, что в салоне стоит. В салоне стоит вот такая камера у нас, Гопрошка. Она все будет фиксировать, сам проезд машины. А мы в это время будем в самом автобусе СТД еще снимать. Увидит ли нарушителя, придется Диме газануть, либо пересечь сплошную. Ну, искусство требует жертв и немножко денег. Привлечем же его, да? Привлечем, конечно. Если его камера увидит. Андрей Сергеевич, а может быть, это начало новой рубрики? Проверь или как-нибудь проверь. Тест-драйв для жуликов? Нет, проверь себя там, не знаю, проверь какой-нибудь... Ну... Устройство, я не знаю, там... Тест-драйв непонятной херни, можно так сказать, но я не буду это говорить. Ну, в общем, придумаем какую-нибудь новую рубрику для этого. Да, можно придумать, чему бы нет, ставьте плюсики или лайки, что вы это смотрите, будете смотреть, что вам это интересно. Не все же ловить негодяев, либо показывать просрочку. Ну, а такие штуки у нас не только в Москве, а в разных регионах тоже проходят. Поэтому, во-первых, напишите, из какого вы города. Нам интересно знать географию наших зрителей. Во-вторых, напишите, что у вас в городе интересного. И давайте побольше писем. Потому что раньше было по 20 писем в день про какие-то ловушки, про какой-то беспредел. А сейчас одно-два письма в день. Вот, смотрите, с Петербурга письмо пришло, видео прислали, все, сделали сюжет, полицейские скоро будут наказаны. Это надо продолжать. Беспределы должны быть меньше и меньше. Если вы со мной не согласны, ставьте дизлайк. Но я думаю, таких будет мало. Да, и может быть в вашем городе нет жирафов, нет измерителей скорости, стрелок и так далее, парфонов. Тогда вам это все не интересно. Просто смотрите, как это происходит в развитых странах. Я, между прочим, хочу на Алтай поехать. Там такой фигни нет. Дмитрий, а вы же понимаете, что на Гоупрошке будет время, место, и что вас привлечем по-любому к ответственности? Понимаю, вот этот телеканал, который нас пригласил, они готовы оплатить все мои штрафы. А сегодня мы будем тестировать вот такую штучку. Это называется глушилка сигнала, камер, которая находится на дороге, которая снимает нарушение скорости. Тот редкий час, когда вы нарушитель, я правильно понимаю? Причем, мало того, что нарушитель, умышленно будем нарушать, но мы будем ненамного нарушать скорость. И умышленно поддастся у тебя от ответственности, ну, в целях эксперимента. Но, это в целях эксперимента. Мы поставили всех в известность от СОДД. Вот есть у нас телеканал Москва-24, поэтому... Даже дальше стоит машина сопровождения, я вам расскажу. Какая? Полиция, нужно предупределить полицию. Спасибо. Тук-тук, постучались операторы. Машина. Давай, Андрей Сергеевич, не стесняйся. Так, покажем, что здесь происходит. Что? Нет кровати и кальяна, ничего себе. Просто монитор. А мы-то думали, что здесь прям лежбище такой, лежишь, семечки грызешь, снимаешь все. Денис, скажите, вот такой вопрос простой. Эта машина, она в системе каскад, поток или... Поток идет в систему, все. То есть, в режиме онлайн, через интернет. МВД, да, МВД видит все. То есть, если объявляют какой-то перехват, вы видите машину и можете ей передать информацию и перехват. Это замечательно. В автоматическом режиме передает информацию, а уже поток, зная, какой грызой объявлен в розыск, подсвечивает, что вот там-то, там-то... Слышает, что-то не вручном режиме. А вопрос, на каких частотах передается информация в институционный центр? Обычный LTE. LTE. Сим-карта, стиле-карта, стиле-карта. Сим-карта, она просто заведена в наш АПН, собственно, не имеет доступа в интернет. И по тем же частотам LTE шифрованных данных передает. То есть гипотетическая глушетка, которая глушит LTE-сигнал и может сработать? Если будет рядом стоять в зоне глушетка на передачу LTE, да, она прекратит передачу, но по приезду на базу он все равно все передаст. А, то есть... То есть архив передается? Конечно. При потере сигнала купит на себе, приезжает на базу, подцепляется к Wi-Fi и все передает. А существует ли технология, которая может заглушить подобные камеры, ну, что-нибудь типа там микроволновой печки, вот эти вот излучатели? Там на ГГц работают, будет там порядка 25 ГГц, вы их заглушите обычно, это МГц. Я сейчас с таким адвокатом дьявола немножко поработаю. А вот если у меня, допустим, стоит запрещенная поисковая фара, и я на движении прям навожу точно на камеру, поможет? Если она у вас превышает частоту, ну, опять же, мы возвращаемся к физике, если она превышает частоту частоты работы радара, он, собственно, на всем известный вот это работает, эффект Доплера. Доплера. Если, ну, конечно, физически вы можете иметь суперустановку, которая заглушивает... Как на танке прожектора такие. Я бы тогда отнимал пальку на голову и на другие части тела, чтобы всё у вас было хорошо. Чтобы дарюкать до дома живым. Да. Спасибо. Мы здесь понизили специально, она работает в тестовом режиме сейчас для съёмок. Мы восстановили порог здесь не 80, а 20. Здесь всех, кто, кого она увидит, считается, лучше. А, отлично. То есть мы сделали для того, чтобы... Да нет, она в тестовом режиме. В общем, надо больше 40 ехать. Да, едете спокойно, 60 вы будете считать, как вытушите. Вот эту глушилочку мы можем ставить в саму машину, да? Можем. Можем ставить. То есть, ещё раз, машина работает в тестовом режиме. Здесь установили технический временный интервал. Да. Чтобы не нарушать. Чтобы любой проезжающий, то есть мы вас будем снимать, являлся нарушением. Ничего себе, скремлёвая. Условно. Оно никуда не передаёт и не копит. Давайте, чтобы мы... Если вы 2 июля проезжали здесь, и вам пришёл штраф за 25, где-то сейчас... Там ГУПРО включено, да? Сейчас сядете и включатся. Вот, смотрите, друзья, порог скорости 20. Это технический режим, поэтому сегодня нарушают все, но никого не оштрафуют. Вот с листочками ездят, там, грязь, украска, там, брызгают. Это вот всё помогает? Думаю, очень мало таких машин. В основном, всё законно послушно. А вот эти ситуации, когда штрафовали, фотографировали машину, которая... Блин, сейчас он в Геновку где-то проехал. Была в кузове эвакуатора, и ей штраф пришёл. Ну, номер такой, что-то, да, наверное. Так, а сейчас по вызову, это не наш прошёл, то нет? Хотя тоже навряд ли, потому что там, ну, от высоты зависит. То есть эвакуатор, ну, и когда настраиваешься, ну, эвакуатор настраиваешься. То есть машина, которая будет выше, номер, навряд ли она в ситуации. Ну, вот прецедент был. Так, ну вот мы сейчас с Дмитрием выезжаем, как раз-таки, на рандеву со стрелкой. В режиме стелс находимся, глушилка включена. Посмотрим, зафиксирует ли нарушение вот этот вот зелёный автомобиль. 299, это они? Нет. А чё, они откуда-то свернули? А, да, нет, при себе, да. Всё, вот она, вот она, вот она, вот она. Что они проехали? Да. В общем, всё зафиксировано. Всё, сняли? Да. Отлично. А они уже с глушилкой были? Судя по всему, да. Супер. Всё, как на ладони, всё видно. Чё было, Андрей Сергеевич? Всё как на ладони, всё прекрасно видно, всё замечательно. Пойдут на второй комплекс. Скорость-то была? Скорость была, да. То есть что, не заглушило? Ничего не заглушило. Нет, ну, может... Ну, алё, как это? Самолюбие. Нет веры сейчас. Нет веры в технику. Дмитрий, вообще сейчас вот интересно узнать, зафиксировал камеру, не зафиксировал, придёт ли штрафт, в конце концов. Я думаю, что должен прийти, потому что, ну, бесполезная штука, всё, что наглушит, это GPS-сигналы, это спутники. Вот мы на себе это ощутили. Навигатор не работает, программа приложения, которая работает на скорость и на наличие камеры, она тоже не работает. Она просто вместо дислокации сбивает, и больше никакой отнес. Ни пользы, ни вреда нет. Вот так она выглядит, вот такие штучки, они вообще бесполезны. Давай... Что, не покупать? Не, не покупать. Мы ещё в прокуратуру обратимся, и чтоб привлекли за мошенничество, потому что она никак не влияет на камеру. Итак, у нас последняя фаза эксперимента. Что будет, если эту глушилку с лампочками вставить прямо в прикуриватель прямо вот здесь? Работает? Да. Не достаёт он так точно. На институт кабины. Здрасте, ну два раза мы проехали с нарушением. Нас не видно было? Или видно? Конечно видно. Данное устройство, которое вы использовали, так называемая глушилка, которая продаётся в интернете и доступна любому желающему, работает на частотах, измеряющих в мегагерцах. Наш радар работает на частотах, измеряющих в гигагерцах, что по определению заглушить сигнал не могло. Оба раза мы вас зафиксировали. Ну, придётся, наверное, видимо, выкидывать эту глушилку, потому что она никакой пользы абсолютно не приносит. Ну и получается нам штраф придёт, да? Да, нарушитель. Заглушит ли сигнал глушилка, если мы включим непосредственно в машину CODD? Да, конечно. Вот, собственно, эта глушилка, которая приобретена в интернете, доступная, опять же, в тарифе в любом пользовании. Вставляем её в прикуриватель. Видим, что индикатор загорелся, да? Для проверки глушит ли она GPS-сигнал, мы можем запустить с вами навигатор, убедиться, что у нас сигнал с вами не ловится. Ну, а сами нарушения фиксируются? Вот, собственно, вы можете посмотреть, что GPS-сигнал не ловит, GPS, естественно, она глушит. Можем посмотреть на камеру и убедиться, что под видеофиксация никаким образом не мешает. Субтитры сделал DimaTorzok